У меня есть голос, который нельзя спрятать в современных безголосовых песен. А ты чувствуешь в этом какое-то превосходство? Ну, конечно. Тебе Игорь Крутой подарил квартиру. Не хочу я идти под продюсера, какой бы он ни был крутой. Для меня это цель — стать суперзвездой, но не сейчас, не в 20 лет. Мне кажется, рано. Эта выгода мне очень большая, то, что меня так любит НТВ. Ты выступала на концерте «300 лет прокуратуре». Мне кажется, это круто, нет? Первые три года я провела в неблагополучной семье. Это были побои, голодания. Когда меня спрашивают, как петь так, как я, я всегда говорю, ну, надо родиться мной. Диана, я о тебе узнала тогда же, когда, можно сказать, и весь мир, после вокального шоу на НТВ. Когда ты пела песню французской певицы Индилы. На этом видео Диане Анкудиновой всего 14 лет, а у нее уже такой глубокий грудной голос. Она выиграла вокальное шоу «Ты супер», следом «Супер сезон», «Ты супер». Потом были сотни миллионов просмотров на ютубе и «Слезы американцев» в известных видео с названием «Реакция на». И как тут поверить, что у совсем молодой и суперталантливой певицы, кроме шоу на НТВ, почти ничего и нет. Не развиваются соцсети и никто из больших продюсеров с ней не работает. В чем же проблема? Диана Анкудинова, героиня «Осторожно, Собчак». Там у тебя сотни миллионов просмотров. К сожалению, на ютубе они заблокированы, так как это федеральный канал. Я вот хочу с этого момента начать наше интервью. Мы видели реакцию всех сидящих в жюри. Дробыша, Крутого. Лазарев практически плакал. Что ты подумала, когда увидела вот такую реакцию от них? Я тогда была маленькая, мне было 14 лет. И, естественно, для меня это было большим шоком, потому что я такая, знаете, неуверенный в себе человек, маленький ребенок, который еще практически мало что доказал кому-то, особенно себе в первую очередь. И это как раз-таки был такой путь моего прям становления как личности. Момент такой очень важный. И когда была такая реакция у взрослых и уважаемых людей, естественно, я начинала в тот момент понимать, что, возможно, я чего-то стою. И это все не просто так. Поэтому, ну, в принципе, на сцене все и так было видно. Я, возможно, немножечко такой скованный человек и не всегда показываю свои эмоции, но это было максимально для меня радостно и удивительно. Да, но я должна, Диана, сразу тебя расстроить. Я тебя вообще с ответами в стиле НТВ не отпущу, потому что у нас интервью неформальное. Ты уже, я понимаю, так вот, знаешь, это по проторенной дорожке. В общем, я не ожидала, это был шок. Я скованный, скромный человек. Это все, конечно, да. Но я вот пытаюсь понять именно надлом внутри тебя, 14-летней девочки, которая увидела, как суперпродюсера мирового уровня, как они сами себя называют. Они же были шокированы, реально. Было такое ощущение, когда, я не знаю, горняк находит кусок золота гигантского. Если мы говорим про гордыню, как таковую, которая прям немножечко выше ставит себя других, возможно, это появилось, но в той степени, как вокалистки. То есть я стала понимать, что я, как вокалистка, правда, ну, похоже, хороша. И благодаря этому я сейчас и выпускаю свои песни, вообще являюсь тем, кем я есть. Не было какого-то прям сильного переворота в плане меня как личности. Просто это изменило мою самооценку, это точно. К тебе после этого выступления кто-то к жюри подходил или, может быть, к маме? Потому что, судя по глазам тех людей, которые сидели, они должны были просто вцепиться в тебя. Конечно, было много предложений, было много слов сказано. И как этого могло не быть после такой реакции? Кто подошел первым? Как это все было? Первым подошел Игорь Яковлевич Крутой и предложил посотрудничать, скажем так. И тогда это предложение заключалось в сначала участии в детской новой волне. Как раз-таки после проекта «Ты супер!» и все сложилось. Я там поучаствовала, получила приз зрительских симпатий. На самом деле я, как всегда, восхищен Дианой. И она абсолютно заслуженно победила в шоу «Ты супер!» Она была лучшей. Это выступление посмотрело порядка 20 миллионов человек в Ютьюбе. Даже уже больше, да? Уже больше. Ты достойно очень выступила. Вновь мурашки по коже. И от меня была бы больше оценка. Я бы поставил больше, но десятка заслуженная точно. Но жизнь так сложилась, что я выбрала путь без продюсера. Поэтому мы сейчас с Игорем Яковлевичем просто дружим. А Дробыш предлагал? Или он уже понял, что там Игорь Яковлевич подсуетился? Дробыш предлагал. Тоже были предложения. Не буду раскрывать какие. Но тоже так получилось, что я все-таки больше за свободу и волю. Поэтому как-то... Да, мы про это обязательно поговорим. Это прямо суперинтересная тема. Но а что ты не хочешь рассказать, кто предлагал? Это же дела минувших дней, ничего в этом такого нету обидного. Это же здорово, что какие-то еще были предложения. Расскажи, кто еще предлагал. Разные артисты стали выходить на меня с предложениями фитов каких-то. Я была маленьким ребенком, и я в принципе не знала, что такое вообще шоу-бизнес, что можно с кем-то записывать коллаборации какие-то. И в принципе я тогда училась в школе. И больше мы как-то делали ударение вроде бы как бы и на мое развитие. Но при этом мне нужно было и закончить школу, и поступить в вуз. И поэтому я ограничивалась в каких-то таких предложениях. Через какое-то время на меня вышел Джаха Либ. Предложил тоже с ним сотрудничать. Я отказала. Почему? Ну, потому что какие-то моменты, которые были предложены, мне, например, чуть-чуть, возможно, не нравились. Или как-то сковывали мою жизнь. Вот поэтому я... Нет. Давай быстро расскажем про эти моменты, чтобы Джаха Либ, пусть ему станет стыдно. Давай. Да нет, это не обязательно. Я не думаю, что ему будет стыдно, во-первых, потому что мы с ним не в плохих отношениях. Мы с ним переписываемся. Он абсолютно меня любит. Я была у него на концерте. Вот. Просто я очень люблю отказывать, но оставаться друзьями. Поэтому... Это, кстати, очень важная штука. И очень сложная. Наверное, без моего директора, Юли, я бы этого не смогла достичь. Насколько я знаю, у меня свои, знаешь, на канале НТВ есть связи. Насколько я знаю, у тебя была организована встреча с Тимуром Вайнштейном и Игорем Крутым. И ты на эту встречу просто не пришла. Это правда, Диана? Это правда. Так, расскажи, почему и как это вообще возможно? Ты нашла какие-то факты. Ну как? Зачем ты кинула взрослых дядь? Я на нее не пришла, потому что условия, опять-таки, на которых мне предоставили работу совместную, предложили, я не совсем была согласна. И не все меня устраивало в полной мере, как я бы этого хотела. Ну подожди, но об этом же можно поговорить. В этом плане, наверное, я вот такая вот верчу нос. Такая вот деловая. Не, ну послушай, ты же понимаешь, давай вот даже с точки зрения логики. Ты молодая, только начинающая певица. У тебя вся жизнь впереди. И ты сама говоришь, с людьми надо расставаться так, чтобы их не обижать. Но ты же не могла не понимать, что большой продюсер с большими связями, ты можешь отказаться. Но когда ты просто не приходишь на встречу, это другой уровень, ну скажем так, прям хамства, какого-то вызова. То есть ты же понимала, что человек может обидеться. Может там вообще-то... Вот по этому поводу, конечно, лучше к директору обратиться, потому что я не помню, почему мы именно решили не приходить. Может быть у меня выступление какое-то было или что. Я точно не помню. Я знаю только то, что мы отказались. И я помню точно, что там было прописано, почему мы отказались. А насчет самой встречи... Ну я помню, что я извинялась очень сильно за то, что не пришла. Но по какой причине именно я сейчас... Не кажется, что это директор налажал, но так же не делается. То есть всегда же, ну например, тебе не понравились условия. Ты же могла бы сказать, слушайте, мне такие не подходят. Давайте другие. Или ты просто боялась идти на встречу? Наверное, это было сделано, потому что мне было 17 лет. И я, как маленький ребенок, в принципе, могла очень многое сказать. Не того, возможно, я не знаю. И, возможно, таким способом директор меня огородила от каких-либо ненужных еще скандалов, которые могли бы быть, возможно. Ну ты же понимаешь, что это так не аист. Типа человек тебе квартиру подарил, а ты даже на встречу не пришла. Я понимаю, но мы потом вживую с ним встретились, и я все сказала, мы все хорошо. Чтобы еще наших зрителей еще как-то погрузить в тебя, я посмотрела статистику и удивительную вещь вычитала, что в 2018 году твое выступление на этом шоу в Ютубе стало третьим по просмотрам за весь год в русскоязычном Ютубе. То есть первое было у Камеди, второе у Дудя с Ивлеевой, и ты третья. То есть ты понимаешь вообще масштаб. Это такой очень важный момент, мы еще к нему вернемся, что ты была главной певицей в русскоязычном Ютубе. Ты отдаешь себе в этом отчет? Задумывалась об этом когда-нибудь? Именно об этом моменте я не задумывалась. Не делала акцент на этом никогда. Знаете, как-то после... Сейчас скажу, наверное, когда под моим роликом где я пела Дернирданс набралось там больше 20 миллионов просмотров, я перестала вообще за этим следить и как-то очень нейтрально стала к этому относиться. Конечно, я понимаю, что это большая ответственность, это огромный зрительский масштаб, но, конечно, когда я узнала, что я там в тройку лидеров вхожу в российском Ютубе, это, конечно, это вроде бы шок, но, во-первых, для меня, как для маленькой девочки, ну, ладно. Если бы это было не в российском Ютубе, а в каком-нибудь музыкальном Ютубе, для меня это было бы намного выше. Но просто в тот момент, особенно Ютуб, все смотрели, и быть там звездой, это гораздо круче, чем быть звездой НТВ. Ну, я же была ребенком, для меня это, ну, неосознанно все это происходило. А ты не смотрела сама вот как ребенок, Ютубчик в тот момент? Вообще стала в телефон поздно углубляться. Ты выиграла не одно шоу на НТВ, но вот когда ты выиграла первый раз, тебе Игорь Крутой подарил квартиру. 37 квадратных метров. Я так понимаю, что это первая квартира, которая вот сама ты заработала на нее своим талантом. Да, это первая квартира, на которую мы с мамой заработали своим талантом. Это та мечта, которая, конечно, с детства у меня всегда была. Давай так, вы с мамой, но заработали все-таки твоим талантом. Ну, конечно, да, просто без мамы не раскрылся бы этот талант, поэтому я все время соединяю нас. Это как-то поменяло, ну, не знаю, твое отношение к Игорю Крутому? Все-таки какая-то, это же другого рода благодарность, когда человек просто берет и без всякого контракта что-то для тебя такое делает. Конечно, этот момент очень сильно привязал меня к Игорю Яковлевичу как по-человечески, как-то я не знаю, как это объяснить, но в человеческих качествах он сильно поднялся в моих глазах сразу, естественно. И я, как очень ребенок такой закрытый и не доверяющий никому в связи со своим опытом, стала постепенно ему открываться. И я, конечно, очень благодарна, что он так поступил. И очень много раз говорила ему уже спасибо, еще раз скажу, я всегда буду это говорить. Но этот момент, это прям очень сильная была ступенька в моей жизни, которая дала мне очень много возможностей. Ну, хорошо, квартира – это ладно. Я понимаю, что Игорь Яковлевич огромный продюсер, и он не случайно наверняка тебе дарил эту квартиру. Много женихов в этом смысле именно продюсерских вокруг тебя ходил, и поэтому жених с квартирой всегда в приоритете. Ну, в хорошем смысле жених, я имею в виду, жених – продюсер, конечно. Но мы же помним это шоу, мы помним интервью и разговоры, которые вокруг ходили. Что с творчеством? Почему не продюсирует? Не хочу я идти под продюсера. И это в большинстве своем, какой бы он ни был крутой, и что бы мне не предлагалось, скорее всего, я откажу. Почему? Мне очень цена – моя свобода. И всегда была цена. И когда есть какие-то моменты в контракте, которые меня, так скажем, как-то сковывают в своих движениях, я сразу это принимаю как-то очень в штыки. И для меня это, ну, практически неприемлемо, чтобы там, не знаю, может быть, если кто-то решит за меня решать, что я должна во что одеваться, что я должна петь, когда я должна записывать сторис и так далее. Я такой человек, во-первых, очень нестабильный, и я не могу обещать, что я буду все это делать. И, во-вторых, я просто очень люблю идти наперекор. Не знаю, вот как-то так получается, такая немножечко бунтарка во мне есть, поэтому как-то так получилось. Ну, то есть ты не хотела, чтобы другой человек определял твой имидж, то, что ты будешь петь и так далее. Но ведь, прости, тебе ведь 14 лет. Ты даже не можешь подписать такой контракт. Я так понимаю, мама этим занималась, правильно? Конечно. Мама директор, да. Можно ли сказать, что мама и есть твой продюсер в таком большом смысле этого слова? Да, так и есть. То есть мама посмотрела на контракт, посмотрела на крутого и сказала, что на этот контракт вы не пойдете. Правильно я понимаю? Ну, она не просто сказала, что мы не пойдем, она спросила, готовы ли ты на такие-то, такие-то условия. И я уже сказала, ну, наверное, нет. А какие? Вот что больше всего тебя смущало? Ну, больше всего меня смущало промежуток времени, сколько я должна быть под этим контрактом. 10 лет? 8. Ну, там еще с какими-то добавками, с какими-то, значит, передаваниями. То есть ты боялась, что это то, что называется кабала, такая кабальная условия? Мне было страшно именно из-за этих цифр, потому что у меня жизнь только начинается, а я бабах и куда-то сяду, а если вдруг из этого ничего не выйдет, никто мне не может ничего гарантировать. И поэтому, наверное, лучше я сама. Пока что хорошо идем. Ну, подожди, а вы не попытались поторговаться и сказать, окей, мы готовы, но на 5 лет, например? Или Игорь Яковлевич жестко сказал, что только на таких условиях? Что там пытались торговаться, я не в курсе. Я ничего не пыталась. Ну, мама наверняка как представитель. Я не знаю. Я в эти подробности не вдавалась. Все, что знаю, говорю. После многих таких предложений я поняла, что помимо времени и условий очень важно еще какой человек. Потому что если это предлагает какой-то там вспыльчивый человек или какой-то человек сам неуравновешенный и так далее, я уже с возраста начала понимать, что, наверное, это будет как-то сказываться на нашем сотрудничестве. И поэтому сначала должен быть адекватный хороший человек, потом маленький промежуток времени для работы вместе, чтобы проверить, насколько мы подходим друг к другу и насколько у нас все получается. Ну и, в-третьих, это не сковывание меня во всех смыслах. Ты молодая девушка. Может, то, что я тебе сейчас скажу, покажется тебе странным, но проблема в том, что реально у талантливых людей, вот мне уже 41 год, и я точно знаю, о чем говорю, реально у талантливых людей характер, как правило, говно. Ничего с этим поделать нельзя. А вот люди неталантливые, они, как правило, очень милые, очень вежливые, и с ними прекрасно проводить время и дружить. Но проблема в том, что они неталантливые. И это всегда очень сложный выбор. Может быть, иногда терпеть говнохарактер, но быть, ну как, но зато делать что-то крутое вместе талантливое. Либо быть с классным человеком. Ну, приведу тебе пример. Без имен. Вот я знаю одну певицу очень известную. У нее был всегда чудовищный стиль. То есть голос потрясающий, очень талантливый человек. Чтобы не обижать, не буду говорить, кто ты, конечно же, ее знаешь. Но она всегда чудовищно одевалась. На сцене, в жизни. Ну, просто кошмар. И никто, вот там, я была главным редактором журнала «Лефисьель», я, мои коллеги, мы всем говорим, почему ее никто не может переодеть. Ну, и в какой-то момент, начав общаться, стало понятно, что вот она не хочет общаться с реально крутыми топовыми стилистами, потому что это тоже все люди со своим реноме, со своим характером. Они не будут терпеть там от нее, вот хочу сегодня в цветочек или красненькое. Они скажут, слушай, круто, вот так тебе будет идти, подчеркнет формы, уберет лишнее, будешь прямо Дженнифер Лопес. А она общалась вот именно со своим стилистом, другом, из одного города, всю жизнь вместе. Он ей помогал там первые костюмы там из-за навесок, видимо, шить. Но дальше он и не ушел. Костюмы так и остались почти из-за навесок. О чем эта история? О том, что хороший человек – это же не профессия. И иногда, имея огромный талант, лучше общаться с людьми, может быть, не очень приятными, но которые будут тебя пушить вперед, чем, понимаешь? Столько встречала на своем пути неприятных людей и терпела это общение, что нет. Я не хочу ничего терпеть, не хочу быть терпилой, поэтому я лучше буду терпеть себя. Мне этого достаточно. Окей, мы еще придем к этой теме. Обязательно. Да, мне она кажется суперинтересной, но пока давай проведем промежуточную черту. Ты суперталантливая, зажглась, и все поняли, что что-то уникальное появилось удивительно на НТВ, на нашей сцене. Все вокруг бегают, пытаются предложить то квартиру, то машину. Ты всем говоришь «нет», но пытаешься остаться в хороших отношениях и идешь своим путем. И давай вот этот путь прослеживать тогда дальше. После победы в первом шоу я так поняла, что ты пошла на очередное шоу на НТВ и снова победила. Правильно? Да. Скажи, зачем тебе снова было нужно шоу на НТВ? Во-первых, это был третий сезон проекта «Ты супер, супер сезон». Это тот сезон, где соединяются первые два сезона и приходят еще новички. И вы, получается, соревнуетесь вот в этой куче талантов. И меня туда пригласило НТВ, в Эдмедиа. Ну, в Вайнштейн тебя позвался. Да, конечно. А контракта у тебя не было, что ты обязана? Может быть, на НТВ, как и на других каналах, часто же бывает, что вот они поймали звезду за хвост, они говорят, хочешь, чтобы мы тебя до финала там и так далее. Нет, контрактов не было. Не было. Не было. Но я согласилась, потому что, естественно, это проект, который меня взрастил, дал очень многое в этой жизни. И сказать «нет», ну, было бы очень странно. Я же в дружелюбных отношениях со всеми остаюсь. Поэтому я пошла на этот проект. Было очень много какашек, конечно, в мою сторону после этого. Но что поделать? А какашек почему? Что ты второй раз... Да, что я иду второй раз, что это, очевидно, будет, возможно, вторая победа для очень многих. И для кого-то это, значит, проигрыш, кто-то завидует и так далее. Вот, поэтому тоже был трудный очень период. И вообще третий сезон для меня очень сложно... Сложным показался для меня третий сезон. Но там еще 15 лет. Тоже какой-то переломный момент в плане возраста. Я начинаю говорить уже свое «я», показывать. И немножечко такие конфликты, возможно, были маленькие или не маленькие. Но мы их прошли, и вроде все как хорошо. Ты выиграла и это шоу? Да. Так получилось. И, казалось бы, что дальше? Очередное шоу на НТВ. Так получается, что с 14 лет я как будто бы в какой-то степени лицо НТВ. И, естественно, когда появляются какие-то новые шоу, чаще всего мне тоже предлагается там поучаствовать. И когда мне предложили участие в проекте «Шоу Маст Го Он», я, естественно, не отказала, потому что, во-первых, телевидение – это всегда круто. Как я люблю эти названия. Ты суперстар. Шоу Маст Го Он. Суперсезон суперстара. За то, как весело живем. Ты скажи честно, у тебя просто были обязательства перед НТВ? Потому что я посмотрела, ты же нигде больше не появляешься. Только на НТВ. Тебя нет на Первом канале, на РТР. То есть «Квартирнику Маргулиса». Все на свете шоу НТВ – ты суперстар и не суперстар. То есть такое ощущение, что тебя как бы канал немножко приватизировал. Я пытаюсь понять, это добровольное рабство или все-таки это контракт, который, скажите честно, это же нормально, пришла девочка из несостоятельной семьи, да, вот имея только свой прекрасный голос. Ничего не было подписано. И по сей день мы ничего не подписывали. Это честно вообще. Зуб даю, выбейте мне кто хочет. А зачем тогда становиться рабом НТВ? Объясни мне. Это добровольно. Как ты уже сказала, это на добровольных основах. И я просто очень сильно благодарна им. И, конечно, во-первых, у НТВ очень крутые шоу. Никто не может этого отрицать. И если... Но на Первом тоже неплохие. Ну, на Первом отношение другое. Я была на Первом, поэтому... Ты имеешь в виду проект «Голос». Да. Мы об этом тоже поговорим. И причем я и в момент, в промежутке с 14 по 18 лет, я участвовала и в каких-то там шоу и на Первом канале, и на ОТР меня приглашали. И какие-то такие, ну, разные каналы. Бывали какие-то конфликты там между каналами, но меня они, честно, мало касались. Что ты имеешь в виду конфликты между каналами? То есть как только ты появлялась где-то не на НТВ, Тимур был недоволен. Один раз было, что я выступила там на Первом канале, что ли, или вот на каком-то большом канале с песней, которую пела на НТВ, под аранжировку НТВшников. Естественно, ну, это права, это все как бы. А Первый канал почему-то, или кто-то у них там продюсер, или кто со мной вот как-то связывался, они забыли про то, что нужно там права подписывать, все вот это. И они, ну, такие, да, мы все сделали, можете петь. Ну, я вышла, спела. Ну, мне потом через день звонок от Юли Сумачевой о том, что, алло, что происходит. Они даже не знали, оказывается, об этом, я была не в курсе. Вот, и это был единственный момент, когда был какой-то маленький конфликт между каналами уже, когда они решали показывать меня, не показывать, что делать с этой песней, кому права. У меня нету никаких условий. То есть я могу в один момент встать и сказать, я не пойду. Но я это сделаю только, если я буду такого статуса, я не знаю, ну, когда ты уже ходишь и такой, туда не пойду, туда не пойду. И то, я не знаю, когда это случится. Когда ты уже дружишь, я поняла. Эта выгода мне очень большая. То, что меня так любит НТВ. И я их очень люблю. И, как бы, мне кажется, это не просто на добровольных началах, но ты, как бы, мучаешься. А это вообще абсолютно с классными ощущениями все происходит. В тот момент, когда говорить о телевидении, в обществе, ну, уже как-то несколько неприлично. Никто телек не смотрит. И это такое, ну, типа, что-то для твоей мамы, а лучше для бабушки. При этом у тебя сотни миллионов на Ютубе. То есть это реально, ну, просто невероятный результат. И среди той аудитории, которая тебе и нужна. Потому что Ютуб смотрят молодые, прогрессивные люди. И когда все НТВшники мечтают уйти на Ютуб, мы получаем сотни резюме. Возьмите нас редакторами в «Осторожно, Собчак» и в другие каналы. То есть не то, что сейчас я занимаюсь саморекламой. У тебя ровно обратный путь. То есть ты как бы, опять же, сама не замечаешь то, что ты звезда Ютуба, и ты уходишь глубоко в НТВ. Потому что, чтобы быть в Ютубе и вообще быть в соцсетях, нужно быть стабильным человеком. Нужно быть ответственным. Вот таким прям очень неленивым. Таким, как Моргенштерн. Да, но это не про меня в какой-то степени, потому что для меня блогерство — это вообще не мое. И, конечно, я, конечно, за выпускать какие-то шоу, делать свое, что-то на Ютубе открывать, делать интервью с разными артистами, выпускать свои песни, делать каверы. Я пыталась, но настолько я нестабильный человек, что не получается. Самое стабильное, что я могу... Что ты имеешь в виду про стабильность? Это когда ты можешь, ну, типа, хотя бы два раза в месяц выпустить стоящий ролик на Ютубе. У меня это сложность. Для меня это... А почему? Объясни. Потому что я творческий человек. И мой директор говорит, потому что я просто ленивая. Для меня это просто опять-таки рамки. То есть, когда у меня просыпается желание, вот какое-то вот откуда-то взялось, я пошла и сделала. Но это желание просыпается редко. Потому что для меня единственная стезя, в которой я не устаю, это вокал. Все остальное единожды могу попробовать, а вот так вот нет. Дианочка, ну вот чтобы на этих весах как-то понять и подвести черту. Вот на одной стороне стоит НТВ и шоу, все. А на другой ты можешь назвать трех людей, которым ты отказала, и они предлагали тебе продюсирование? Я уже назвала. Крутой, Дробыш, и третий, Джакалипп. Все, понятно. Скажи мне, что с Западом? Потому что я видела в Ютубе, есть такая штука, ты наверняка это тоже видела, когда иностранцы смотрят твое выступление. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да, реакционеры, да. А что с Западом? Ну как, ну невероятная реакция, они все в абсолютном шоке, в восторге. Ну круто. То есть видно, что им это очень заходит. Круто. Не думала ли ты о том, чтобы поработать тоже на западную аудиторию? Думала. И думаю, возможно, в какой-то степени. Но сейчас пока что мне комфортно вот в таком ритме жизни. Что будет дальше и какие двери будет для меня открывать моя жизнь, я не знаю. Учитывая, какой я удачливый человек, кто знает, что будет дальше. Я знаю еще один инсайт. Как я поняла, ты выступала один раз, даже не один раз, на частных мероприятиях у Алишера Усмана. Расскажи, как это было. Ну это было очень красиво. Так, ты знала, кто это, когда ты первый раз поехала? Да, я знала. Волновалась? Волновалась. Ну потому что, насколько я знаю, это очень такой человек, во-первых, разумный очень сильно. И я знаю, как он ко мне относится. И очень не хотелось разбить его ожидания, которые он обо мне, возможно, построил. Своим каким-то выступлением, не знаю, своим взглядом и так далее. И очень не хотелось прям быть вот хорошей для него. Я правильно понимаю, что он как-то, и он вообще же часто помогает талантливым людям, в том числе и материально, да, и совершенно безвозмездно, просто чтобы люди развивались. Я правильно понимаю, что тебе он тоже материально помог и дал тебе возможность развиваться, в том числе сказав, что не надо никого слушать, делай все сама? Нет. То есть ты финансово не получал? Прямо прямой какой-то поддержки такой нет. Но вот для тебя это был бы выход найти какого-то человека, который просто полюбит твое творчество. И будет так же часто в истории России всякие богатые, просвещенные люди помогали начинающим художникам. Ну, конечно, это был бы выход. Когда тебе дают деньги безвозмездно, можно так сказать. А ты их тратишь туда, куда хочешь. Ну вот, обратите внимание. Давай дальше пойдем по твоему пути, потому что, на самом деле, твоя история жизни, если ее рассматривать в обратную сторону, что было до НТВ, это вот, знаешь, такой захочешь придумать человеку историю, и невозможно такое придумать. Можно вообще какой-то очень драматический фильм снять, и не один. Когда-нибудь, возможно, со мной в главной роли ждите. Ты же из Уссурийска, насколько я знаю, да? Приморского края. Ну, типа, родом оттуда, но вообще из Арсеньева. Я победила там во всех конкурсах, в которых можно было. Именно поэтому меня оттуда выгнали и сказали, езжайте, давайте поближе к Москве и делайте там все эти дела. Дайте нам побеждать. То есть ты довольно рано поняла, что ты талантлива, уже там, тебе дали это ощущение? Нет, это поняла моя мама. То есть это все говорилось маме, не мне в лицо. А мама мне уже потом начала это говорить. Все, оказывается, что мы оттуда уехали, потому что я была слишком талантливая для Дальнего Востока. Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая в тоске, кружит у пениста воды. У тебя, наверное, тяжелые воспоминания все-таки связаны с теми местами, учитывая твою биографию. Учитывая, что, если мы говорим о тяжелом этапе моей жизни, это было в очень раннем возрасте, было очень давно. И как бы я вроде бы помню, но все остальное уже давно перевесило этот период, поэтому нет. Можешь немного рассказать об этом для наших зрителей, которые впервые тебя увидели, свою историю? Первые три года я провела в неблагополучной семье. Это было тяжело, как физически, так и морально. Оттуда пошли все мои детские травмы, конечно же. Потом я попала в детский дом. Из детского дома мы приехали с группой в санаторий, где была моя мама массажистом. Вот при детском доме был санаторий, и она меня через какое-то время забрала, и в четыре с половиной года я попала в семью. А вот эти первые годы жизни, ты что-то помнишь об этом? Помню. Это были тяжелые времена. В плане это включало в себя побои, включало в себя голодание, голод очень долгое время. И вообще, в принципе, первые годы жизни, я думаю, все, что я ела, это селедку. Ты это помнишь прямо, да? Я не знала, что такое нормальная еда. И когда я приехала в детский дом, когда мы начали есть нормальную еду, я ее не ела, потому что я говорила, где селедка, я хочу селедку, я не знаю, что такое там ваша картошка, все вот это вот как бы мне чуждо. И только к пяти годам я начала нормально употреблять, мама говорила, именно фрукты и мясо. Вот как-то так получилось. И по сей день я, конечно, очень это люблю. Я помню, как меня били головой об стенку, я помню, как меня топили в ванной, я помню, как какие-то неизвестные люди устраивали в этой оборванной квартирке какие-то свои автопати, я не знаю, вечеринки. И, естественно, я не знаю, кто мой отец, никто этого не знает. Ну, как-то... Да, это вроде бы жестко, но, если честно, я благодарна этому времени, потому что если бы... Я сейчас понимаю, что если бы не этот период моей жизни, я бы очень быстро поймала звезду. Но ты реально это помнишь? Потому что, мне кажется, наша психика же устроена таким образом, что плохие вещи как бы блокируются. Особенно ты была совсем маленькой крошкой, тебе было три года. У тебя есть какие-то прямо сцены, которые все равно остались в памяти? Ну, по сей день я помню мой сон, который длился до 13 лет точно. Я все время видела почти каждую ночь глаза биологички. И для меня это была прям вот... Прям картинка, которую я никогда в жизни не забуду. И сны с того времени, как бы, они сами мне навеивали, как бы, то, что происходило. И я уже телом вспоминала, в каких местах мне было больно. Но из того, что я рассказываю, скорее всего, большинство я не говорю, потому что не помню. То есть, скорее всего, я знаю, что если бы меня не забрали в детский дом, я бы очень-очень скоро не была бы жива. Это я точно знаю. А причина всего этого, вот как сейчас ты понимаешь, это алкоголь или наркотики? Или что это все такое? Я думаю, да. Алкоголь, наркотики. И какая-то, возможно, внутренняя боль, которая выходила таким способом. А как так получилось, что тебя забрали органы опеки? Как они вообще об этом узнали? В один момент, когда в очередной раз квартира стояла открытая, слышался мой плач, вот, наша соседка в который раз зашла, увидела там не очень благоприятную картину, после которой вызвала уже в какой-то веке соцработников, и они, увидев эту всю неблагодатность... Картину в смысле, что люди в несознанке в каком-то... Да, люди в несознанке, но при этом среди них я лежу. Ну, типа, в очень таком тоже состоянии убитом, можно сказать. И пришли органы опеки, я так понимаю, забрали и все. Ну, это было сложное такое разбирательство, но этот человек вроде бы и бил, вроде бы не давал мне жизни, скажем так, и не хотел, чтобы я родилась, я так понимаю, учитывая, сколько абортов она делала. Но... она пыталась что-то, типа, доказывать, возможно, типа, не отдам, это мое. Ну, это такое. То есть она пыталась судиться с органами? Она не пыталась судиться, она пыталась именно физически как-то. В первое время, я так понимаю, когда меня только пытались забрать, она пыталась меня не отдавать. Я так понимаю, ну, потому что, типа, вот, не знаю, почему. Вот. Но спустя там все эти трудные разборки меня все-таки забрали в детдом, и из детдома и из санатория меня тоже очень долго отдавали в семью. Тоже был сложный период. А вот первый период, когда ты попала в детский дом, ты это как трагедию тогда воспринимала? Тебе хотелось вернуться домой? Ты все равно... Нет. ...испытывала какую-то тягу к своей биологической... Я очень рано поняла, что это не то, куда хочется возвращаться. То есть у тебя, наоборот, было ощущение облегчения, когда ты попала в детский дом? Во-первых, я была ребенком, и я не воспринимала все так по-взрослому, как мы сейчас это можем воспринимать. То есть для меня это было, о, новое место, новые люди, прикольно, день-два, меня не бьют, ничего себе. И какая-то новая еда, новые запахи, новая одежда, ого, ничего себе. И для меня это все было очень в новинку. И, конечно, непривычно. То есть каждый день я ожидала, что меня будут бить, что будет вот этот вот ужас. Но этого не происходило. Были какие-то свои там моменты, не буду рассказывать какие, но это было намного легче переживать, чем там в той квартире. Поэтому нет, это... Не могу сказать, что это, наверное, было большим стрессом для меня, как для ребенка. Большим стрессом было именно вот то, что там происходило. После того феноменального успеха, который был на программе НТВ, биологическая мать Диана, она же вам писала, да? Она еще до, после голоса написала. Написала, причем где-то в одноклассниках, что вы такие сякие, вот такое все, да я такая мать хорошая. Вот, вот... Такие сякие, что вы рассказали, как все было, да? Да, вообще, что это такое. Ну, ребенок там что-то рассказывает. Нет, она после голоса написала, типа, что вот, типа, я бы вот хотел воспитывать своего ребенка. Все, но вижу, человек пьяном угаре пишет, потому что там просто вот... То есть она по-прежнему в таком состоянии? Ну, конечно, господи. Женщина, наверное, никогда не вылечится, если вот так вот пьет. То есть это какие-то были неадекватные сообщения? Неадекватные, конечно, сообщения, высказывания все. Вот, потом она, Диане написала письмо, такое, прям, с полусловами. Ма, я, та. Вот такой вот. По слогам? Ну, непонятно как, да, написано было. То есть вообще было не разобрать, что... Разобрать можно, но как бы человек, видно, что не в адекватном состоянии пишет. А в чем суть письма была? Ну, короче, пока вот мы... Ну, типа, вот вылезла, вот я вот твоя ма, я бы вот тебя увидела, я бы вот хотела бы там у тебя там это, у тебя есть мать родная там, ну, вот такой вот. Вот. Ну, пришлось в органы полиции заявить. Те передали туда, на Дальний Восток. Там меры какие-то принимали, по-видимому, чтобы не писала, чтобы не достала. Она же лишенная прав. А у Дианы какая была реакция на это письмо? Ну, она испугалась, можно сказать. Потому что столько лет ребенок как бы... Она понимала, что там какое-то было детство, непонятное, жестокое. Вот, поэтому... У нее не вызвало это письмо желание с ней увидеться? Нет. Нет. Страх наоборот. Почему? Наоборот, страх. Боялась, что... Ну, видимо, вот, последствия того, что били там, издевались. Поговорим о том человеке, которого ты теперь называешь мамой. Человек, который поменял твою жизнь. Это Ирина. Это и мама, и продюсер. Вот расскажи эту историю. Я так понимаю, что случайно все получилось, и благодаря в том числе ее дочери. Ты попала в семью. Мама работала там массажистом. Меня привели к ней на массаж однажды. И в какой-то из массажей к ней пришла ее дочь Настя. И, как я сейчас уже знаю, после той встречи Настя сказала, что вот, если ты ее не заберешь, у меня будет 18, я сама ее заберу. А почему? Ведь дети, наоборот, обычно очень ревнивы. Ну, как сказала Настя, я очень много плакала, и меня было жалко. Но Настя очень добрый человек, поэтому вообще, мне кажется, Настя это как мой ангел-хранитель какой-то, потому что она всегда видит у себя во снах то, что будет у меня в будущем. То есть это тот человек, который очень сильно меня чувствует. Я не знаю, с чем это связано, но Настя это, наверное, как вторая мама для меня, возможно. Я как бы в профессии медсестра по массажам работала в санатории. Понятно, вокруг детей очень много. Всяких у нас было, детдомовских детей, из приютов, отовсюду, и с обычных семей. Но такие дети, как Диана, попадались в таком, можно сказать, не очень хорошем состоянии. Ребенок плакал все время. Все время какая-то история нехорошая, наверное, была там в детстве совсем маленьком. А у меня старшая дочь пришла ко мне на работу, увидела Диану. Она спрямо подарочки какие-то носила, там, киндеры, там, колечки плела вот эти вот все ребенку. Ребенок говорит, давай ее заберем. Я говорю, куда заберем? Она говорит, ну, домой к нам жить. Давай заберем. Потому что она плачет все время. Давай мы ей как бы хорошо сделаем, девочки. Ну, я пришла домой, с мужем поговорили. Я говорю, ты не против? Не знаю, у нас двое своих детей. Зачем нам еще? Тем более мальчик, девочка. Я говорю, вот ребенок такой, смотри, я ее сфотографировала, там присла фотографию. Говорю, она даже на тебя похожа, говорит, котененькая. Все. Ну, не знаю. Хочешь, бери. Вот это вот как бы ответ мужа такой. Ну, собрали документы, взяли ребенка. А вот, потом потянулись все, конечно, в эту ребенку. Потому что сам она маленькая была. Пять лет ребенка была. Перешагнув порог, я сразу назвала всех. как нужно. То есть, мама, папа, бабушка, сестра. Все. Я как будто уже сто лет тут жила. Все знала. И единственное, что я не знала, будут ли меня здесь бить. Ну, то есть, все время было это ожидание. И когда поняла, что, оказывается, здесь абсолютно безопасно, и здесь никто не хочет себе причинить никакого вреда, я стала уже бояться за то, что могу сделать что-то не так, и меня отдадут обратно. Это был очень большой страх. И я делала все для того, чтобы этого не случилось. Я была самым послушным, лучшим ребенком. Ну, на тот момент, как я считала все, что могла, все делала. Я думаю, что если бы мама не была таким сильным человеком, буквально через месяц проживания со мной, она бы меня отдала обратно. Я правда была трудным ребенком. Почему? Расскажи. Но ведь если наоборот, ты пыталась сделать все, чтобы тебя не отдали. Ну, я пыталась, но из-за того, что есть какой-то бэкграунд тяжелый у ребенка, ну, психика, она пытается как-то это прорабатывать, как-то это выливать куда-то. И получалось так, что у меня очень часто были какие-то приступы, когда я сидела и начинала плакать. И это как бы... И все это разгорается, разгорается. И я просто сижу, плачу, кричу прямо вовсю. И там соседи уже сходили с ума. И мама не могла ничего с этим сделать. То есть ты вот хоть что, хоть убей. Но я просто вот сижу и плачу. И через... Почему ты это не помнишь? Что внутри тебя такого? Когда мне мама задавала вопрос, я точно помню. Почему ты плачешь? Что происходит? Я сижу вот так плачу и говорю, я не знаю. Такая вещь, о которой писали, ты сразу поправляй, потому что действительно флер вокруг этого всегда начинает существовать. Писали, что ты заикалась. И тебе предложили пойти петь, чтобы... Это правда. Я заикалась. И это было не такое заикание, чтобы вот как заики заикаются, как-то такое среднестатистическое. А это было какое-то именно застревание на каких-то словах, когда ты хочешь сказать, но не можешь. То есть вот такое. И, ну, естественно, с этим нужно было что-то делать, потому что я говорила фразу минуту. Маленькую фразу я могла говорить минуту. И это было, ну, очень трудно. И мы пошли к логопеду. У меня были большие проблемы с речью в плане я не выговаривала буквы. То есть я многого не знала совсем. И логопед, посмотрев там, осмотрев все мои органы гортани и рта, сказала, что мне пойдет петь. Вот. То есть мне нужно идти на вокал, и это поможет. И это помогло. А вот этот вот удивительный грудной голос твой, он когда прорезался? Да, почти сразу. Ну вот, конечно, когда мне было 5-6 лет, вот в этот промежуток я еще пела, как маленький ребенок, там ничего не было слышно такого. В 7 лет уже, наверное, примерно так началось какое-то прозревание, я не знаю, как это называется. Я начала прям очень сильно попадать в ноты и начала показывать свои данные, не осознавая того, что я делаю. Вот. И как-то так получилось, что вот 7 лет каждый конкурс, это для всех был шок, 7-летний ребенок так поет. У нас была ситуация, когда так как мы рядом с Китаем жили, нам предложили поучаствовать в каком-то проекте, то ли китайском, то ли в каком-то еще, ну, какой-то вот азиатский, короче, проект, большой прям огромный детский проект. И мы туда подали заявки, там все дети из ДК «Прогресс», и я, естественно, и вот кого-то приняли, а меня не приняли, и это было очень странно, мы задали вопрос, типа, почему? И нам сказали, что, извините, но это не ребенок, нам по формату не подходит. И вот тогда мама поняла, что да, похоже, все эти детские песни мне не подходят, и ягода-малинка, мне уже пора заканчивать петь. Когда меня спрашивают, как петь так, как я, я всегда говорю, ну, надо родиться мной. В 9 лет мы переехали в Тольятти. Мама когда-то жила уже в Тольятти с семьей, и это уже как-то, так скажем, протоптанная дорожка, и там есть наши родственники. С 9 по 14 лет я жила в Тольятти, мы жили в Тольятти, а потом, вот когда Игорь Яковлевич подарил квартиру, мы постепенно начали переезжать в Москву все вместе. И на тот момент, когда мы жили в Тольятти, естественно, всякие проекты, это казалось, ну, как Москва, вот там в Арсеньеве. То есть, это прям что-то заграничное, куда попасть очень трудно и практически невозможно. Я смотрела все выпуски «Голоса», я знала всех победителей, всех наизусть, всех имена, всех родителей, всех там, все прям фанатело, как не знаю кто. и мы подавали заявки на каждый сезон, но нам отказывали, и только на четвертый сезон на нас обратили внимание и пригласили, значит, на Востанкино, на прослушивание. Это «Голос дети». Да, «Голос дети». И, ну, все там закрутилось, завертелось, меня взяли, я прошла слепые прослушивания, не очень удачно, но меня показали по телевидению, что уже хорошо. Да, «Голос дети». Давай, давай, нажимай. Знаешь, хоть никто из нас тебя и не выбрал, сделай для нас прямо вот подарок. Спой еще что-нибудь, пожалуйста. Ну, вот просто самую обычную песню, для того, чтобы нам стало еще более жалко, чтобы не нажали. Совершенно изумительно ты смотрелась. Знаешь, переудивляла. Вот сегодня переудивляла. Действительно, они обалдели. Умница, просто молодец. Спасибо тебе большое, что ты к нам приходила. Мы тебя ждем в любое время. Жюри не повернулось. Да. Меладзе, Билан и Нюша, пусть Россия знает эти имена, не повернулись, когда ты пела Йодель. Да. Вот скажи мне, почему Йодель, во-первых, потому что, ну, честно говоря, странноватый был выбор. У тебя грудной голос, у тебя он есть, ты можешь выбрать, сразу шокировать всех что-то под него. Да. То есть ты спела после этого Йоделя, тебя попросили исполнить еще что-то, и ты спела еще одну песню, где уже чувствовался грудной голос. Ну все, слушай, слушай, ты можешь. Почему Йодель, кто выбрал эту песню, как принималось это решение? Ну, естественно, там огромная команда работает над тем, чтобы выбирать репертуар ребенку, и на каждой из этапов. То есть это команда первого канала? Конечно. Выбор стоял за ними, и, чтобы ты понимала, всегда как бы есть списки песен, которые там, допустим, фонограф, оркестр играет точно. И вот из этого списка ты должна выбрать несколько песен, которые нравятся тебе, прийти, исполнить, и они выберут, какая песня им нравится больше в твоем исполнении или какая им выгоднее, допустим. Я пришла, выучила там 10 песен, прям вообще горела этой идеей. Пришла, спела две, начала петь третью, и они говорят, подожди, подожди, мы вот видели, ты Йодель поешь, а я на прослушивании в Останкино как раз таки спела им кусочек Йоделя, и они такие, ну-ка давай, попробуй. Я спела им Йодель, и они такие, так, будешь петь Йодель? И как бы, учитывая то, что оркестр не знал эту песню, они там буквально за очень короткое время, за неделю выучили эту песню специально для меня, что я такая, вау, ничего себе, какие привилегии. И потом я вышла на сцену и немножечко пожалела, что это был оркестр, потому что они очень сильно ускорили темп, а Йодель, это как раз таки, оно, ритм, это основа. И если ты не репетировал быстрее, то ты не сможешь спеть быстрее. А можешь для наших зрителей ну вот хотя бы несколько секунд, чтобы мы понимали, о чем? Давай. Ларги-ларги-ларги-ларги Ларги-ларги-ларги-ларги Ларарри-арири-арири-аларарири-арири Хватит? Да, отлично Ну то есть ты все равно шла с этим выбором И он потом понравился Я шла с этим выбором, потому что это очень сложная техника И потому что Профессиональные люди знают, что если человек поет йодель Он умеет петь все, скорее всего И я шла, чтобы Я думаю, я сейчас йодель спою И они сразу все поймут, что я самая лучшая И возьмут меня в проект, и я победю Ну, типа такого. Ну, просто не ушатертый калач, ее йоделем ты не возьмешь, понимаешь. Ну, конечно. Но я даже знаю, что потом все извинились перед тобой, они все приезжали в разные периоды твоей жизни, карьеры, условно извинялись и говорили, что да, не разглядели. Их никто не заставлял, конечно, но так получалось, что некоторые из них приезжали в Тольятти, а я там жила как раз, и они меня приглашали к себе на концерт, чуть-чуть поговорили со мной, дали возможность спеть, и ну, такой вот тандем случился. Хорошо, давай представим, что они все втроем обернулись. Кому бы ты пошла? На тот момент я бы пошла... Я думаю, к Билану. Я его очень долгое время любила в детстве. Очень сильно. Ну, и он классный вокалист. Но тогда я этого не знала. Сейчас знаю. Ну, да, главное, да, чтобы с голосом был человек. И с Гнесинкой куда ты поступала. Ты же поступала в Гнесинку, как я понимаю, была история похожая, как и на голосе. Что тебя не взяли. Была. Вот, расскажи про это тоже. На финал проекта «Ты супер-супер сезон» пришла женщина с Гнесинки и сказала, что мы тебя ждем, двери для тебя открыты. Приходи, мы тебя вот уже приняли, считай. Ну, естественно, я очень обрадовалась, потому что и квартира, и образование, ну, все обеспечили, вообще прям. И вот мы приходим на прослушивание, и меня, как бы, после вокала мне говорят, извините, но вы не подходите. Ну, то есть, меня не допускают даже к сальфеджуо. Сразу после того, как вывесили, значит, повесили списки на сайте Гнесинки о том, что вот кто прошел, кто нет, и у меня, значит, не допуск к сальфеджуо, у меня такое сразу какое-то облегчение наступило. То есть, я никому ничего не должна. Я, как бы, я не сама пришла, стучалась в их дверь, они меня сами позвали, но при этом не взяли. И на тот момент, после двух сезонов проекта «Ты супер» и этих побед, я стала уже такой немножечко уверенной в себе, что я подумала, что это, наверное, хуже вам, что я не прошла. Вот, учитывая, что, ну, они сами пришли, но все телевидение об этом сказали, никто их не заставлял. НТВ узнали о том, что они, оказывается, меня не взяли, позвонили туда, мне позвонили, извинились, сказали, что, извините, пожалуйста, не знаю, как такое произошло, давайте еще раз попробуйте, придите, пожалуйста. Я сказала, я не приду больше, мне это не нужно. То есть, правильно я понимаю, что НТВ нагнули Гнесинку, ребята из криминального отдела НТВ позвонили Гнесинке и попросили за свою? Я не знаю, но ради справедливости, конечно, из-за своих детей они стоят горой. А ты второй раз уже из гордости не пошла, да, или что, почему? Ну, из гордости, из-за того, что у меня всегда так получается, что если с первого раза у меня что-то не дано, значит, это мне не нужно. И второй раз пытаться не нужно. Почему? Ведь иногда наоборот. Бывает, что надо прорваться в эти двери. На голос я пыталась, пыталась. Это единственный момент, наверное, в моей жизни, когда вот я пыталась долго. Это голос. Все остальное мне давалось с первого раза. Если не давалось, то и слава богу, что оно не далось, потому что я поступила в УЗГИДИС и мне абсолютно комфортно. Было бы за что страдать. То есть, если бы это было Евровидение, тогда я понимаю, я бы поборовалась. А что тебе с Евровидением? Вот объясни мне. Ну, это мы к этому еще придем. Но для тебя это какая-то величина Евровидения? Ну, во-первых, это для всех величина, я думаю. Вообще нет, не для всех. Для кого? Для всех. Ну, для всех, кто... Во-первых, вокальный человек. Будем говорить с этой поляны. Ну, и для всех, кто... Ты понимаешь, что Алла Пугачева на Евровидении заняла какое-то там... Нет, не за место. Это же не делает... Она при этом великая примадонна. Я не за место туда бы пошла. Я бы пошла вот именно из-за, я не знаю, из-за этой ступени, что вот есть конкурсы, 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 а есть вот какой-то большой конкурс, который вот нужно вот осталось всего только победить или там не победить, хотя бы просто туда пройти. Это уже большая победа, я считаю. Вот. И почему нет? Ну, как ты понимаешь, в ближайшие годы вряд ли тебе это удастся, пойти на Евровидение. Вот. Окей. Там, насколько я знаю, заявки не принимают, закрыли почтовый ящик. Да. Когда пришел первый гонорар? Вот ты, девочка из Тольятти, с такой судьбой, вот вы приехали на голос, не получилось. Ты потом выигрываешь НТВ все конкурсы, тебе крутой дарит квартиру. Ты говоришь крутому квартиру давай, но нет, с тобой не буду, значит, петь вместе. Когда пришли первые гонорары? Когда после проекта «Ты супер», второго сезона, после первой моей победы, обо мне узнала очень много человек. И, ну, естественно, меня начали приглашать на какие-то корпоративы, на какие-то фестивали, концерты. И это имело, естественно, какой-то гонорар. Вот. Какой именно был первый гонорар, я не помню, потому что, ну, я очень много работаю. Вот. И как-то так получается. Но ты где-то говорила, что ты там получала 200 тысяч рублей в месяц, и вроде как это было мало. То есть, я так понимаю, сейчас ты получаешь сильно больше. Я говорила это тогда с позиции человека, который, ну, во-первых, мы всегда жили бедно, честно признаться. И, ну, когда у тебя появляется возможность жить лучше, чем ты жила раньше, ты за эту возможность очень цепляешься. Конечно. Естественно. Нет, ты только пойми, я тебя не обвиняю про... То есть, я считаю, что 200 тысяч для твоего таланта, это правда мало. Я сейчас объясняю другим людям, которые многие не поняли. Этим людям ничего объясняют. Но это объективно, твой талант гораздо больше, чем любые 200 тысяч рублей. Это факт. Я просто пытаюсь понять, когда рост, вот как он происходил, в какой момент 200 тысяч стало мало. Потому что есть ощущение, что все упало на тебя очень сильно. В момент, когда нужно развиваться, и во все это нужно вкладываться, и это очень большие деньги. И когда тебе нужно и жить на это, и еще и работать, и как-то развивать свою работу, и свое творчество. Поэтому сейчас я даю концерты, я повышаю, стараюсь максимально повысить свой гонорар. И, ну, в первую очередь, я большая трудяга, конечно, поэтому любые деньги для меня это очень большой труд. Но сейчас вот примерно на какие деньги в месяц ты живешь, и сколько стоит концерт, вот если официально заказывать твое выступление? Ой, ну, наверное, сейчас, спустя время после того интервью, где я сказала про 200 тысяч, лучше я промолчу и ничего не буду говорить. Я так понимаю, что гастроли. У тебя недавно был концерт в Москве в Меридиане. Как прошел концерт? Прошел хорошо. Просто концерт очередной мой, сольный, и для меня это уже обыденность, это уже прям работа, которая вроде бы должна доставлять удовольствие, но это уже просто как данность, которая мне есть, и я должна ее выполнять, скажем так. Судя по тому, как ты говоришь, не очень хорошо прошел. Я считаю, что всегда есть к чему стремиться. А что было не так? Ну, что было не так? Например, я замечала какие-то моменты, когда там кто-то не доезжал до концерта, зал там в какое-то время пустовал, потом они добегали, потом кто-то уходил. И, конечно, это все очень такая текучка, это понятное дело. Вот. Но, например, после гастролей на Дальнем Востоке для меня это уже разница. Потому что на Дальнем Востоке там такие залы, мне просто все битком, везде аншлаги, и меня все принимают, любят. Но в любое время и в любом городе все по-разному. И даже в той же Москве, допустим, в декабре у тебя меридиан полный, а вот сейчас в июне он такой типа. Ну да, мы его специально посмотрели, ровно в этом тоже и был вопрос, процентов на 70, судя по продаже билетов, он был наполнен, что тоже неплохо для молодой певицы, но понятно, что... Ну, хочется больше, конечно. Да, и я посмотрела еще другие, и в общем, это вполне себе похожая картина на твой концерт, у тебя не всегда полный зал. То есть вот, ну, даже визуально видно, что есть какие-то свободные пятна. Как ты думаешь, почему? Я думаю, потому что нет хита и потому что нет раскрутки достойной. Так, бинго! И тут мы идем этой тропкой к той теме, может быть, ради которой я и хотела, чтобы ты встретилась с Ксеньей Собчак. И потом, спустя, может быть, много лет поблагодарила. Вопрос, как вы стали главной певицей России, сказали, не поверите, все началось со злой Ксении Собчак. Сейчас у нас с тобой начнется слегка парадоксальная часть интервью, но мне кажется, что она может быть очень любопытной. Мы будем сравнивать тебя, Диану Ангудинову и Моргенштерна. Смотрела интервью, кстати. Да. Ты не против? Не против. Класс. Хочу тебя спросить, для кого ты поешь? Кто твоя аудитория? Я пою для людей. Спасибо. Отлично. Следующий вопрос. Которые еще не забыли про надежду и мечты. Вот для этих людей я пою. Очень бы хотелось, конечно, омолодить немножечко публику и привлечь молодых зрителей. Вот. И мы постепенно стараемся очень это делать. Когда-нибудь получится, я точно знаю. Но на данный момент моя аудитория это люди 35 плюс. и это люди, которые любят хорошие вокальные данные и не забывают про надежды и мечты. И любят хорошее шоу на телеканале НТВ. Ну, естественно. Да. Того же Моргенштерна, которого как-то ты назвала гением, кстати. А у него же совсем другая аудитория. Конечно. Ты согласна. А вот какая можешь описать аудиторию Моргенштерна? От 13 до 30-35 лет. Вот мне кажется, вот эта аудитория это аудитория Моргенштерна. Ну вот чтобы сухие цифры превратить в людей. Вот можешь описать примерно вот зрители Дианы Ангудиновой, что им нравится, что они смотрят, что они читают, есть ли у них дети. Вот прям портрет. Вот эту женщину 35 плюс, давай ее представим. Вот ей 40 лет же тоже женщины очень разные бывают, правильно? Давай я постараюсь Моргенштерна описать, может я, конечно, извини Морген, если опять что-то пойдет не так, все скажешь, что в ухо мне не то говорят. Но вот как я представляю, у Моргенштерна это скорее будет пацан, чем девушка, лет семнадцати, восемнадцати, не знаю, с какой-нибудь майкой со словом хуй или, значит, в кепке и динах. Это такой протестный парень, он свободный внутри себя, он хулиганистый, он нигилист в какой-то степени. Это человек такого нового порядка, у него скорее всего там, не знаю, может не быть денег на ужин, но будет новый айфон. Ну, то есть такие люди, направленные куда-то вперед, при этом нигилисты. Вот так же можешь опиши свою женщину. Это женщина 50 лет, у нее есть дети, скорее всего дети занимаются творчеством, она была разбита когда-то очень сильно, она смотрит телевизор, она очень любит страдать, ну и также это человек, который ищет куда бы отдать свою заботу, кроме своих детей. Скорее всего небогатая женщина, одета скромно, невысокая, слышь, будет так. Ну, во-первых, я тебе очень благодарна, потому что мне кажется, это очень искреннее и крутое описание своего зрителя. Но понимаешь ли ты, что ту женщину, которую ты описала, если сейчас убрать Диана Ангудинова, то можно подставить, что это зритель Ирины Аллегровой, Татьяны Булановой, Стаса Михайлова и все остальное вот такой возрастной эстрады. Ты это понимаешь? Тебя это устраивает? Как я могу сказать, что меня это не устраивает, когда это мой зритель? И я уже сказала, что я хочу взять и охватить и помоложе публику, учитывая, что всегда хочется расти со своей публикой. Но так как я начала с проектов, а телевидение проекты смотрят чаще всего возрастные люди, от них я отказаться уже не могу и не хочу, если честно, потому что это те люди, которые могут стабильно платить за билеты, которые могут стабильно поддерживать тебя и завтра не откажутся. Ты вообще, конечно, удивительный человек. Я посмотрела твой инстаграм. Я вообще мало знаю людей, которые подписаны на Стаса Костюшкина, на Петра Дрангу, на Газманова. То есть, знаешь, если убрать твою фотографию и не говорить, сколько тебе лет, ощущение, что ты и есть та 40-летняя женщина, которую ты... То есть, история Бенджамина Баттона только про тебя в карьере. Ты как будто молодая девочка, которая при этом уже очень-очень с возрастными вкусами. Ну, скажи, тебе правда нравится Олег Газматов? С Олегом Газманом я когда-то пела на одной сцене, поэтому это чисто как дань уважения. Тебе нравятся его песни, вот честно? Ну, когда я была маленькая, нравились. В твоем альбоме Д.А. есть песня. Я хотела ее треком назвать, но осеклась сразу. Я Россией тебя зову. Да. И там есть строчки «Я Россией тебя зову, а душа называет Русью». Скажи мне, Диан, зачем тебе в 20 лет называть Россию Русью? Диан. Потому что это красиво звучит, как минимум. «Русь» звучит красиво. Ну, для песни эта строчка очень душесчипательная, я считаю, и поэтому я должна какой-то глубокий ответ дать, «Русь», потому что там мы столько прошли. Да нет, ну мы же с тобой продолжаем на самом деле тот разговор про твоего зрителя, про эту женщину, 35-летнюю, которая страдает, она с детьми приходит, и вот для нее вот, ну как сказать, от тебя слушать, от молодой девчонки, я Россию, Русью называю, но это звучит немножко как бы, не знаю, как детская, несовременно, хотя все мы любим Россию. От меня, как и от молодой девчонки, никто и не ожидает такого голоса с моего детства всего, это всегда так было, поэтому, ну сорян. А что я должна петь? Вопрос в теме, ну понимаешь, про Россию же и патриотично можно как-то все равно модно и прикольно спеть, а это такое немножко как будто бабкина вышла такая, знаешь. Ну честно скажу, на момент, когда мы выпускали альбом и мы написали эту песню с Брэндоном, я была очень довольна этой композицией, я ее сама заслушала до дыр, то есть, ну мне очень нравится такой стиль. Сейчас, по мере своего взросления, по мере насмотренности в музыке, я понимаю, что да, возможно, что-нибудь сейчас я бы изменила, я бы сделала современник, сделала бы биток Покачевий и возможно изменила какие-то строчки, но я не жалею о том, что я на тот момент сделала именно так, потому что тогда я считала, что это самое правильное. Но ты понимаешь, почему, например, песня шамана «Я русский» стала хитом, а вот этой песни нет. Ну, во-первых, потому что у шаманов в песнях очень много мелодий, которые все знают. «Я русский» это плагиат по мелодии? Ну, честно признаюсь, каждая его песня мне напоминает какую-то другую песню. Но для меня это большой показатель тоже. Все хиты, в принципе, так сейчас и делаются, как я поняла. И, ну, да, видимо, это работает, но еще это работает, наверное, потому что он парень, женщина очень падкий зритель. И потому что у меня не было цели той песни захватить большую аудиторию, которая вот из России. Ты выступала на концерте 300 лет прокуратуре. Зачем это тебе было нужно? Потому что это что-то, мне кажется, это круто, нет? Ну, особенно, если тебя туда приглашают, а ты такая, нет, не пойду. Это просто бомба. Да нет, но я имею в виду, что, знаешь, это же все эти газмановые, это все вот день милиции, день прокуратуры, это же немножко, ну, такое, мне кажется, скажем так, эстрада старшего поколения идет в бой. Возможно, но мы же всеми путями пытаемся пробиться, поэтому это тоже путь. Возвращаясь к теме гения Моргенштерна, ты его назвала гением маркетинга, давай это уточним, не гением песни. Я с этим согласна, он гений маркетинга, но я думаю, что неправильно будет опускать, что у него есть же Слава Марлоу, ты знаешь, да, который писал для него очень современные крутые хиты. И это именно вот их такой альянс, именно биты Моргенштерна, вот эти известные, взрывали все хит-парады благодаря Славе в том числе. Ну, у меня сейчас, у тебя, у тебя, у тебя. Я придумал хук, я придумал хук. Я придумал хук. Ты придумал хук, пиши хук, давай. Помимо его образа вот этого хулигана в наколках ебал весь этот мир, у него еще суперпрофессиональный бит Славы. То есть нельзя сказать, что он продает говно. Он продает суперпрофессиональный продукт, который клево маркетингово упаковывает. Да. Да. просто ты сказала это более грамотно, чем я. Вот. К чему, как ты думаешь, я это веду? Что с твоей музыкой? Мы ступили на руки лет, это жизнь, где никто не ждет. Последние полтора года я начала писать сама песни, и это очень сильно изменило, в какую сторону мы вообще стали двигаться. Мои песни, конечно, они по большей части не рассчитаны на взрослую публику, потому что то, что слушаю я, и то, чем я вдохновляюсь, оно по большей мере из современности нашей. Но при этом у меня есть голос, который нельзя спрятать в современных безголосовых песен, поэтому нужно как-то все это объединять, то есть нужно делать контент, который будет удобно и комфортно петь мне, и при этом слушать зрителю, и чтобы зритель не уходил из зала, и при этом, чтобы зритель еще и омолаживался. Да, но при этом есть очень важный момент, я его сейчас хочу подчеркнуть и пришел для тебя, что при этом в Ютубе у тебя миллионы просмотров. Третье место среди всей молодой аудитории вот послушать этот уникальный голос. А Ютуб это точно прям молодая публика? Ну, довольно молодая, вряд ли заходит бабушка из НТВ, вот ей просто сложно это все натыкать там, поэтому, но это довольно... Это люди 35+, как раз. конечно, есть и 35+, и 40, но это другое, как тебе сказать, это другая аудитория, она понимает, что такое, как минимум, Ютуб, она понимает, что такое современный продукт, может зайти это послушать. Ну, вот сейчас мы омолодились вот до такой публики, то есть раньше у меня вообще такой публики не было, у меня все время вот 60+, было, то есть вот так получалось. И, ну, мы стали делать попсовые песни, я работаю с Брэндоном Стоуном очень хорошо бок о бок, часто пишу сама, стала выпускать свои песни, которые тоже нравятся людям, но это все не имеет большой отдачи без продвижения, поэтому... Ну, вот по поводу продвижения, можно я все-таки немножко тебя покритикую, раз уж ты пришла, вот по поводу музыки. Я, честно тебе могу сказать, я совсем не профессионал, я не Игорь Крутой, тоже, чтобы тут экспертное мнение высказывать, но вот даже просто на мой слух я послушала твой альбом «Ди Эй». Ночь в тишине растворяется, небо спускается, меняя весь мир вокруг. Я зажгу в темном небе звезду, чтобы путь она твой освещала, а я теперь вне зоны доступа, а на краю чужой мечты тебя совсем никто не ждет. Вот как ты его сама оцениваешь, скажи. Такой момент в моей жизни, конечно, спорный, потому что на данный момент я не считаю, что это круто. То есть, ну, честно признаться, я его не слушаю, никогда не слушала, и он делался очень долго, мы записывали его полтора года, и все песни получились разные, как-то все песни написаны, моей поклонницей Мария Тарасенко, она просто очень хорошая девушка, которая подарила мне стихи, подарила песни, и мы решили, что им лежать, можно из них сделать альбом. Мы с Брэндоном на студии пытались сделать из этого что-то новое, но на тот момент, когда мы это делали, мне было, сколько, сейчас скажу, 18 лет, и я... 21-й год, да, получается. И я не писала сама еще, я не знала, в каком стиле я хочу работать, что мне нравится, и как-то так получалось, что Брэндон просто что-то делал, я говорила, ну, вроде бы да. Ну, просто, понимаешь, я послушала этот альбом, и у меня сложилось впечатление, как будто ты специально не показываешь свои сильные стороны, там нет нигде твоего вот этого грудного знаменитого голоса, не бегут мурашки от твоих низких нот, вот как будто это все специально вычищено, и такая обычная диско-попса. Зачем ты это спрятал? Мы не специально это прятали, это просто было время таких очень, очень сильных экспериментов, когда ты прям щупаешь почву под ногами, когда у тебя ее нет, и ты вот что-то пытаешься только сделать. И, ну, мне кажется, для человека, который вот ничего не понимает в музыке, в принципе, ну, неплохо. Наверное, с песней Дудук началось мое уже творчество, которое мне, правда, нравится. Если любишь, позови, мой огонь горит внутри, за рассветом новый день, за тобой пойду, как ты. А Дудук, эта песня, вот возвращаясь, вот кто ее должен слушать, песню Дудук? Песню Дудук должны слушать мои зрители, которые приходят сейчас на концерты. Это вот прям песня, попадающая и в 35 лет, и в 80, и всем нравится. И мне. Ну, вот расскажите про 14 лет. Вот ей дарят квартиру, феноменальный успех, лучшие известные продюсеры начинают за нее бороться. Вот как вы принимали это решение? Они же в том числе к вам подходят, они же обхаживают вас, вы же на самом деле принимаете решение, они же это тоже знают. Тут не в этом дело. Тут я мало что понимаю, конечно, в этом, да. Я, конечно, там договор, может быть, прочитала, так бегаю, но я не понимаю в этом ничего, поэтому у нас же команда есть. Сколько человек? Ну, человек 10 было, скажем. Но я скажу, люди простые все, люди все, пришли без плата с Дианой работы, скажем так, то есть на таких общественных началах, потому что это ее поклонники, которые любят Диану, ее творчество, и они решили помогать. Вот такой пришел человек, который юрист свой был, человек, который ютубом занимался у нас, днями, ночами там сидел, человек, который соцсети вел. Вот этому человеку надо надавать по заднице. Ну, это понятно. Вот пришел у вас к человеку, вы из этого ютуба могли сейчас сделать вообще суперканал, там ничего не происходит. Вот может и юрист такой же был? Нет. Вот как вы это решение принимали? Нормальный юрист, как бы люди-то разные все, понятно, что и профессиональные есть люди. Ну, так как у нас девочка немножко она не любит, чтобы ее там в такие тесные рамки сковывали, да, конечно, стоял вопрос о том, что надо ли это вот все-таки там на 8 лет контракт заключается, она еще маленькая, мало ли что изменится, ей учиться надо было, Диане, закончить школу хотя бы, да, потом она вот экстерном закончила 9, 10, 11 класс и в ГИТИС поступила. Но мне кажется, вам же самой тоже это все не очень нравилось? Нет, почему? Вот такая продюсерская шумика вокруг нее. Я, может быть, и рада была бы вот кому-нибудь, чтобы кто-то занимался, например, потому что это очень сложно вот с таким творческим ребенком, на самом деле. Я думаю, у нее все впереди, ей еще только 20 лет, Диане. Я думала, созреет до того, когда придет человек какой-то определенный, да, там продюсер, который захочет ей заниматься. Я вообще такой человек, я вроде дружелюбная, но так получилось, что у меня немного друзей. Я заканчивала 9 класс, получается, в Москве, и, в принципе, думала, что, ну, год в школе ничего не даст, но сейчас у меня есть в команде мой бывший одноклассник, который начинает работать, так скажем, над креативными какими-то идеями. И это очень круто. И я считаю, что Москва вообще в принципе дала очень много мне разных знакомств. Ну, вот ты говоришь про своего одноклассника, потом вот твоя мама рассказывала историю, какие-то люди бесплатно помогали. Помогали. Знаешь, это же, да, это очень похожий такой кружок по интересам и немножко, извини, самодеятельности, чем бизнес большой, талантливой, крутой певицы. Ты это сама понимаешь? Я понимаю, а что делать? А не хочешь это изменить? А как? Ну как, найти, блин, продюсера хорошего? Я должна бегать и искать продюсера? Что за поза? А что я должна бегать? А побегай. За хорошим продюсером нужно и побегать иногда. Что плохого-то? Перед суперигрой хочу тебе задать вопрос. Скажи мне, какой в идеальном виде ты себя видишь дальше? Ну вот, какой-то альбом, образ, то есть вот в какую сторону ты хочешь идти и что-то считаешь тебе будет комплиментарно? Ну, конечно, я хочу выпустить альбом. Только из собственных писем. Я имею в виду вот образ. То есть, я не знаю, давай для начала так. Мы же с тобой сойдемся на том, что мы обе считаем, что Диана Ангудинова очень талантливый человек с невероятным голосом, но как будто до конца еще не дораскрытый, как будто чего-то не хватает для совершенно другого уровня популярности и звездности. Мы с тобой сходимся в этом? Да. Вот. Что тогда, по твоему мнению, не хватает этой Диане Ангудиновой для того, чтобы стать Шер, Аллой Пугачевой? То, что не хватает хита, это понятно. Просто Диана Ангудинова очень много опирается на чужое мнение часто. Но при этом я замечаю, что в последнее время моему зрителю очень нравится именно то, что нравится мне. И, наверное, я так думаю, что нужно двигаться больше по своим чувствам, а не потому, что говорят другие. Все мое творчество как будто бы разделяется на две личности. Это есть Диана, которая поет, а есть Диана, которая живет, скажем так. И Диана, которая поет, она поет Дернир Данс, Вьюга и все эти плачущие песни, которые так нравятся зрителям. А Диана, которая живет, она поет о том, что она проживает, то, что у нее болит и в том виде, в котором она хочет это слушать сама. Для меня вот всегда, когда я выпускаю новую песню, всегда непонятно, как это реагирует зритель, потому что если я плюю, так скажем, на мнение зрителя и выпускаю песню, которая нравится мне, то я не всегда угадываю, то есть я не всегда знаю, что она правда понравится. А если я выпускаю то, что не нравится мне, я сама начинаю гаснуть. То есть меня это никак не заряжает, не поддерживает. Единственное, что я, наверное, на данный момент знаю, это то, что мой образ будет заключаться в двух личностях. Темное и светлое вот всегда так получается. Хорошо, давай с тобой сыграем супер-игру. Мы попытаемся выбрать тебе лучшего продюсера, который говорит тебе, Диана, процент самый большой у тебя, значит, никаких 10 лет, максимум 4-5 лет отработаешь, и то потом, если захочешь, уйдешь. Но давай выберем профессионального человека, который будет не просто тебя любить, как твоя мама Ирина, и, как ей кажется, желает лучшего, который сможет задать тебе направление и придать тебе другое качество. Поехали? Поехали. Мы выбираем из двух, как в финале останется, ну, кто-то двое и один победит. То есть у нас такая система, как чемпионат мира по футболу. Окей. Ну, смотри, допустим так, Фаррел Уильямс у нас номер один и Бруно Марс. Ого! Пусть будет Бруно Марс. Почему? Мне больше импонирует как человек. Так, отлично. А какой как человек? Ты же его не знаешь. Откуда ты можешь говорить, что он тебе импонирует? Не знаю. Вот я просто смотрю и чувствую, что больше туда. Игорь Крутой или Илья Резник? И почему, ребят, Илья Резник без отчества написано? Я не понимаю. Ребят, ну что за хамство? Ну, реально, это маэстро. Извини, пожалуйста, Диан, мы исправим. Вы обалдели, что ли? Ну, правда. Игорь Крутой. Так. Очевидно. Почему очевидно? Тебе не нравятся стихи Резник? Нет, я прекрасно отношусь к творчеству Резника. Ты обалдел, Диан? Ну, реально, это заговор у вас, что ли? Ну, но в Крутом я больше слышу. Так, едем дальше. Виктор Дробыш или Алексей Земский? Вы понимаете, что... Вы называете такие имена? Ты не знаешь, какой Земский? Нет, Земского я не знаю. Серьезно? Как не знаешь? Это человек, благодаря которому ты на НТВ появляешься. Реально? Да, это гендиректор НТВ. Конечно. Вот, посмотри, какой мужчина. Вот лицо, возможно, видела, но фамилию... Ну, вот все. Вот Вайнштейн на него работает. Вот ты сейчас его фамилию впервые увидела, теперь тебя тоже на НТВ никто не вспомнит. Теперь я точно его знаю. Ну, тогда пусть будет Алексей Земский. Вот, умница, молодец. Виктор, ну, вы понимаете, тут не было у вас шансов. Витя, езжай к шаману, как говорится. Так, ну и финальная пара у... Севдолиза. Ты знаешь, кто это? Да, обожаю, просто обожаю. Так, просто я забегу чуть вперед. Я считаю, что если бы ты поработала с Севдолизой, это ровно тот образ, в который тебе надо идти. Ну, вот мое мнение. Я вот в этом и двигаюсь, если честно. Да. Очень благодаря ей. О, как я попала. Класс. Ксения Антольевна опять умнее всех. Это мне нравится. Так, ну перемешаем карты. Так, ну давайте так. Игорь Крутой, квартира 37 метров. Ну, может быть, будет и 100 когда-нибудь за хорошую работу. Или Алексей Земский и шоу Ты Суперста 146. Игорь Крутой. Игоря Крутого? Да. Ничего себе. Вот Диана подросла, называется. И кто из них выходит в суперфинал? Севдолиза. Севдолиза. Так, отлично. Даже Бруно Мо. Ну, и ребят, у нас наконец-таки они встретились. Сейчас звучит печальная музыка. Ничего не могло такого быть, кроме как во сне Игоря Крутого, чтобы они оказались рядом. И он был перевернутый. Он перевернутый, потому что это сон. Конечно. Вот эти два человека наконец-таки вместе. Суперфинал. Продюсера? Да, твой продюсер. Пусть будет всегда, Лиза. Ну, слушай, крутой выбор. Мне понравились итоги этой суперигры, потому что я делаю вывод, что ты все-таки все понимаешь. Что, может быть, даже люди, которые тебя любят и искренне за тебя переживают, в какой-то момент двигали тебя, пусть из любви, но немножко в другую сторону. Хотите, чтобы она уехала? Не хочу. И она не хочет. И она здесь осталась. Я знаю, что Диана, она патриотична очень. Ну, потому что здесь все ее близкие, а там она одна будет. Не знаю, может когда-нибудь случится так, что Диана там скажет, я поехала на Майами жить. Ну, и взрослый человек едет. Для меня это цель, стать суперзвездой, но не сейчас, не в 20 лет. Мне кажется, рано, потому что что делать дальше, мне вот, например, у меня вопрос, что сидеть в своем большом доме, давать огромные концерты раз в год, зарабатывать на них столько, сколько ты можешь позволить себе там на всю жизнь. Или, и, ну, то есть для меня это как будто бы неинтересно. И может быть поэтому в какой-то степени я и отказываю продюсерам. Такое ощущение, что уже себя отмерила, что вот в 20 так, в 25 я стану такой-то, в 26 в дойте с Тимберлейком, как будто ты себя распланировала жизнь. Ты понимаешь, что эти замки очень больно разбиваются, потому что раз тебе судьба дает шанс, надо его хватать сразу. Мои замки не разобьются. Не знаю, там приходит человек, который никогда, вообще никогда, никому вообще не приходит, и вот он пришел к тебе, он пришел с таким предложением, которое, ну просто, вот любой артист об этом мечтает. Ну возьми и все. У тебя было такое в жизни, это я конкретно в Сончиковой, когда тебе предлагают что-то, что для любого человека было бы судьбой, а ты от этого откажешь. Можешь сказать, что это? Нет. Слишком секретно. А ты чувствуешь в этом какое-то превосходство? Ну конечно. А как в этом можно не чувствовать превосходство? Это же так и есть, получается. Я чувствую превосходство не в том, что я, типа, достойна больше, чем остальные, просто я чувствую превосходство своей удачливости. Ну как будто, ну оно просто приходит, я не знаю откуда.